Оборвали жизни в Татарстане. Две девушки покончили жизнь самоубийством. Обе шагнули с высоты. Что толкнуло их на суицид, выясняют следователи. По одной из версий, несчастная любовь. Сейчас изучаются предсмертные записки, которые были оставлены в квартирах. Подробности у Алмаза Хакимова. Осень, то время года, когда большинство людей впадает в депрессию. Именно она и приводит к необдуманным поступкам, к примеру, к самоубийству. В группу риска попадают подростки. Из-за неразделенной любви или плохой оценки в школе они лишают себя жизни. Выпрыгнула из окна. 17-летняя Зилия покончила с собой в Нижнекамске. Приехала погостить к подруге. Отдых закончился трагедией. С родителями не ругалась, сказала, что поедет к парню. Девушка пришла к своей подруге, и они распивали спиртные напитки. Наутро, проснувшись, хозяйка обнаружила ее отсутствие, и, посмотрев за балконом вниз, увидела девушку, лежащую на земле. Перед смертью девочка написала на скатерти прощальное письмо своим близким, в котором призналась, что любит их. Друзья и близкие отзываются о Зилии положительно. Сегодня в память о девушке в социальной сети открыто сообщество. Ты была такой молодой в момент, когда ты только начала жить. Почему Бог разлучил нас? Не могу в это поверить. Спи спокойно, дорогая моя. Свела счеты с жизнью и юная девушка в бугульме. Она выпрыгнула из окна. Незадолго до трагедии девушка поругалась с парнем. После чего поднялась на 9 этаж ближайшего дома и бросилась вниз. Выявить суицидальное настроение можно на начальном этапе, считает психолог Рамиль Гарифуллин. Тревожный сигнал, когда ребенок начинает употреблять алкоголь. Подростковый организм не в силах справиться с его действием. Самое страшное то, что молодежь не может найти того человека, которого понял бы ее так, как понимает обычно друг, близкий человек. И когда человек находится в вакууме долгое время, в таком состоянии, конечно, это безысходность и уже желание каким-то образом изменить радикально, выключить этот мир. Психологи утверждают, остановить от суицида должна семья, где в последнее время не очень чутко следят за состоянием ребенка. Алмаз Хакимов, Айрат Каюмов, Вести Татарстан. Субтитры создавал DimaTorzok